Такой вот получился дом после того, как я поправил проект. Ну смотрится-то он прикольно, а что именно ты правил? О, я скажу, что я исправил очень много. Сейчас расскажу. Вот с таким проектом заказчик пришел ко мне. А вот это уже результат моей работы. Второй этаж темный, первый этаж воздушный, легкий. Я добавил темный термогранит под камень на первый этаж, для того, чтобы дом выглядел более основательным. Ну получается, что у него появилась такая тектоничность. Если раньше он на проекте был светлый, и он как бы парил в воздухе, но не обоснованно. Но он как бы был, получается, не солидным. Эта часть фасада достаточно пустая. Термогранит со сложной расшивкой является частью декора. Заполняет это пространство, делает его более интересным. Тут такой выгрыз, как будто откусили, а вот здесь откусить забыли. Из-за этого кажется, что верх как будто бы скатится влево, потому что там такой выгрыз, а здесь его нету. Композиция не равновешенная. Я добавил пилястру с этого края, пилястру с этого края, и получилось, теперь второй этаж сидит крепко, никуда не скатится. Вот эта тонкая колонна выглядит, как две склеенные спички. Нижнюю часть колонны я превратил в массивный пилон. Теперь композиция первого этажа уравновешена. Две узкие опоры и две широкие опоры. Второй этаж тяжелый, массивный, темный, крепко стоит на первом этаже. Входная дверь по проекту была низкая. Я ее сделал выше. Все-таки входишь не в квартиру, а в свой дом. Как выглядит пропорционально лучше, ну и параднее. Вот эта часть фасада была простая, слишком скучная. Я ее сделал немного повеселее. Разбавил серым термогранитом, с рисунком, с укладкой сложной, с нарезкой. Выглядит гораздо интереснее. И благодаря тому, что текстура термогранита такая многогранная, многоцветная, стало гораздо интереснее. Окна с большим количеством импостов делают фасад мусорным. Я максимально убрал все импосты с окон. Благодаря этому фасад выглядит более лаконично, более технологично и современно. Кроме того, окна кажутся сами по себе больше, но и само собой дают больше света. Прямоугольное окно выбивается из композиции. Я сделал вместо прямоугольного окна окно тряпецевидное. Оно повторяет форму окна справа. Композиция стала более уравновешенной. Кроме того, я приподнял низ окна для того, чтобы он не резал первый фасад и не нарушал эту концепцию тектоничности и основательности первого этажа, несущего второй тяжелый этаж. В общем, заказчик не пожалел о том, что решился переделывать фасады. В том случае, когда люди говорят, если тебе врач ставит диагноз, сходите еще к одному врачу. Наверное, имеет смысл, если ты с одним архитектором поработал, но чувствуешь, что что-то не так, сходите еще к одному архитектору. Наверное, тут как раз и есть обоснованное решение. Короче, правило трех архитекторов нужно ума сойти. Да. Или сразу идти к нужному, к своему. Из-за того, что проект дома строится достаточно долго, года три уже, я сейчас понимаю, что решение с ламелями, которое я использовал в проекте, оно уже выглядит неактуально. Поэтому я предложил заказчику убрать это к чертям. Гораздо будет лучше, минималистичнее, современнее, красивее, аккуратнее, без ламелей. Во-первых, они устарели. Во-вторых, они реально, вот я сейчас понимаю, они здесь не нужны. Оставить только ограждение и на потолке этого будет достаточно.